Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру The Hunter. Ну что же, пойдемте поохотимся. У меня правда задание такое есть, добудьте кабаргу. Что за кабарга я пока ума не приложу, возможно мы в дальнейшем с вами разберемся с этим делом. Так, ну что, в гараже у нас забираем свой квадроцикл, ну, где он, ага, вот он. И поедем сейчас куда-нибудь прокатимся. Надо выбрать только нам местечко, куда мы с вами рванем. Нам нужно по идее вот сюда, в Рыбацкий залив. Вот у нас тут тропиночка есть. И нужно нам ехать по дороге, потому что мы в гору не заберемся. Это однозначно, ребята, как ни крути. Так, ну что, цель наметили. Можно и ехать. Нужно только определиться, где эта тропинка. По-моему, вот она, да? Да. Я еду в данный момент правильно. Слушайте, ну ехать я, наверное, буду очень и очень долго. Подожди, вот сюда надо повернуть. Так что я даже и не знаю, что делать. Может быть, потом обрезать? Это я на квадрики буду ехать долго. Вы представляете, если бы я туда ломанулся пешком? А раньше так и было, я. Такие расстояния проходил, что мама не горюй. Вау, прикольно. Это я где, интересно, на каком-то замерзшем озере нахожусь, походу, да? Ну, давай, квадрик. Сколько у тебя максимальная скорость, да? Интересно. 40, 44 видел. Так, ну что, пока все правильно. Я еду, ребят. Помните, да, что нам нельзя на нем врезаться. Ну, тихо. Заносит нехило, я смотрю, нас. Тихонько. Я ничего не... Блин. А, нет, ну тут нормально. Куда-то я, по-моему, не туда вообще поехал, ребят. Какие-то горы забираюсь. Потому что, если мы будем с вами врезаться, падать и так далее, то подобное, у нас квадроцикл может сломаться. А как его чинить, я пока не разобрался. Так, ну что же. Километр нам осталось, но, опять же, это до ближайшего пункта, который я себе поставил на карте, до точки назначения нам еще потом ехать и ехать. Да, все-таки красиво здесь, да, ребят? Согласитесь. Зима. Ой-ой-ой, не вижу ничего. Какая-то, конечно, камень. И причем, заметьте, когда я еду на квадроцикле, ни одного... Ни одного крика животного я вообще не слышу. Я уже молчу, чтобы кто-то здесь пробегал. Видимо, от меня такой шум сейчас исходит, что за несколько километров все меня слышат, что Рэй выехал на квадрики поохотиться. Да, и хотелось бы мне, конечно, бы из арбалета, точнее, из лука поохотиться сегодня. Но, как вы понимаете, у меня слишком слабо развит этот навык, именно охотам из лука. И чтобы... Так, тихонько, тихонько. Чтобы попадать по животным, нужно практически рядом находиться. Ну, в общем, мы поиграем, разберемся сейчас с этим делом. Так, вот она. Я не пойму, а где тропинка-то, елки-палки, а? Еду просто через лес. Хе-хе-хе. По короткому пути. Решил скоротать. Слушайте, вот погода... Ой, погода. Лес напоминает прямо как у нас здесь. Ну, я же живу на крайнем севере. Многие, наверное, знают Мурманскую область, город Мурманск, вот именно здесь. Где Баренцево море, Белое море, уже все дела. Так, тихо. И у нас зимой именно все выглядит вот так. Только, наверное, снега побольше, наверное, в разы. О, тропиночка, ребята, была только что. Так, тихо, тихо. Коряга. Вот так и думал, что... Что упрусь я в эту корягу. Так, ну что? Практически уже... Так, тихонько. Здесь мы не проедем, это однозначно. Давайте вот так вот вырулим. Отличненько. Великолепно. О, солнышко, ребят. Ну, судя по погоде, это где-то у нас сейчас месяц март, когда уже выходит солнышко. Так, как у нас полярная ночь. И вы можете представить, да? Когда зимой солнце выходит всего лишь на два часа. Да и то, которого мы не видим. Но зато летом у нас круглый день. То есть ночи нет вообще. Так, ну что? Я вот не знаю, ребята. Или нам ехать сюда, или все-таки подвернуть к опорному пункту. Даже пока не знаю. Кстати, ребята, здесь новая фигня появилась. Вот, охотничий клуб. Одно задание я уже забрал. Вот это вот пока еще в бете они находятся. Я не знаю, что они этим хотят сделать. Но, тем не менее, будет довольно интересно. Еще, правда, не переведено все. А вот, ребята, у нас задание. Видите? Добро пожаловать в Сибирь. Ориентирование на местности. Экипировка припасов для гюнтеров. По идее, вот это вот задание мне нужно, ребята, сделать. Но я не врубился. Смотрите, добудьте животное, да? Животное я уже добыл. А где мне самого гюнтера этого найти? Ума не проложу. Она мне говорила, что в последний раз его видели в Рыбацком заливе. Но никакой ориентировки мне не дали. Понимаете, в чем дело? И вот новое задание. Федеральная служба. Короче, какой-то Дмитрий мне позвонил. И вот сказал достать ему эту карабангу. Я так и не понял, что за карабанга. Вот. Искал, искал, так и не нашел. Так, ну что, ребята. Что мы будем делать? Ехать дальше, наверное. Если нам сюда, в Рыбацкий залив, то нам нужно, опять же, придерживаться этой тропинки. И никуда не сворачивать. Потому что если мы немножко свернем, мы с вами попадем просто прямиком на гору. А по горе вы сами понимаете, я не заеду. Да и квадрик ломать мне тоже лишний раз неохота. Так, ну что. Дорога у нас длинная, да? Длинная, долгая. Так, смотрите. У нас тут какие-то... Излучина Виктора. Населенный... А, нет. Это не домики, ребята. Это что у нас? Ого. Так, погодите. Я что-то вижу. Ребята, это рога. Рога лося. Слушайте, это надо взять. Это редкие... Хотел сказать, артефакты. За них очень хорошо денег дают. Ну-ка, сколько? Так, 80 я получил опыта. Правда, я не помню, как мне их продать. Но я знаю, что они стоят прилично. Так, ладно. Рога мы подобрали. Можем ехать с вами дальше. Так, опять у нас километр. Глубо говоря, да? Начал падать снежок. Значит... Слушайте, у нас сейчас интересно утро или ночь, а? Я что-то пошел, даже на часы не посмотрел. Ладно, давайте, наверное, вот придерживаться железнодорожной линии. Пьяный лес. Нифига себе. Почему пьяный лес? Ну, правильно. Как всегда, американцы у нас представляют, что мы бухарики, да, вечные. И такой же у нас лес пьяный. Ну, на самом деле, нифига подобного. Мы охотники, рыбаки, трудяги. Пьем только лишь для того, чтобы отдохнуть от трудовых будников. Рыбацкий залив. Вот, ребята, мы с вами практически подъезжаем. Точнее, мы зашли в зону рыбацкого залива. Видите, да, с левой стороны у нас горы начинаются уже. Мы туда с вами не пойдем, потому что я туда не заеду. Да, в принципе, и справа тоже. Мы как в каньоне в каком-то сейчас в данный момент едем. 48, ребята, у меня скорость на квадрике максималку показала. Это хорошо. Ну, грубо говоря, полтинчик. Так, а вот здесь вот нам уже, ребята, по-моему, надо сворачивать. Тут уже какой-то лесной край. Нам это не нужно. Нам надо на дорожку, точнее, на тропиночку. Свернуть и уже ее придерживаться. Если мы хотим, конечно же, попасть в Рыбацкий залив. И опять же, я не знаю, где его искать. Этого мюнтера в Рыбацком заливе, который потерялся, который попросил. Точнее, не он попросил, а меня попросила наставница добыть ему мясо, чтобы он там не умер бедный с голоду. Да что ж такое-то, а? Коряги да пеньки тут всякие торчат. Да, ребята, интересно, сколько я уже по времени еду. О, елки-палки. Я вряд ли здесь, наверное, поднимусь, ребятушки. Ой-ой-ой, не тянет мой квадрик, к сожалению, здесь. Блин, придется нам как-то... Да что ж так заносит, а? Что так заносит? Блин, хорошо, что он не выпадает с квадроцикла. А то бы уже давно, наверное, разбился бы тут насмерть. Ой-ой-ой, ну-ка, а вот здесь попробуем. Давай-давай, квадроцикл, не подводи меня. Смотри-ка, маленькая машинка тянет, и это очень хорошо. Что-то я не пойму, у меня все расстояние километра семь так и торчит. Вот, пошли на сближение. Блин, ну это же не тропинка, ребята, это сплошной лес. Да-да-да, сплошной лес и... Ай-яй-яй, камни, валуны, ё-моё. Да что ж ты будешь делать? Ну, все равно, согласитесь, сделано красиво все достаточно. И причем здесь такая глобальная площадь, ребята. Да, я, кстати, себе купил еще, ребята, палатку. Палаточку взял, правда, я не могу понять, как ей воспользоваться. Может быть, я ее не подобрал. Ой, тихо-тихо-тихо, ого. Так. Ё-моё, я уж думал, что застряли. Нет, погоди, что-то не получается. Ох, нифига, я как уехал-то от тропинки-то. Да что ж делать-то, а? Вот, отлично, ребята. Так, нам нужно выезжать на нее, как ни крути, иначе тут, ну, сами видите, какая бяка. Далеко я тут не уеду. А квадрика лишусь, мне потом пешком бегать-то здесь не особо хочется. Такие расстояния. Тем более зимой. Хорошо, я еще не мерзну, да? А так вот, представляете, у меня счетчик холода бы здесь был, голода и так далее, и то по-ну. Мы просто охотимся в свое удовольствие. Хе, прикольно едем. Так, тихо-тихо. Ну, да ё-моё. Его и так-то заносят, а по этим горам вообще тяжело. Рыбацкий залив, ё-моё, а? Это же надо было этому чувачку сюда уйти. Причем он охотник-то неопытный, нам сказали же, он это в прошлой серии. Нафиг он вообще сюда побрел. Я бы сам бы сюда ни за какие ковришки бы не романул бы. А он неопытный, ломанулся. Так, вот, вот, ребята, тропиночка. Отлично, все, мы выехали. Теперь главное придерживаться только ее. Блин, что-то как-то темно. Или к тучке набежали, или действительно близится ночка. Хотя совсем недавно, да, ребята, вы видели. Солнышко светило. О, такое ощущение, что на небе северное сияние. Ну, по крайней мере, похоже. Или меня уже глючит. Нет, похоже. Так, ладно, давайте дальше. Слушайте, мне одному кажется, или такое ощущение, что какой-то шлейф у меня от персонажа идет. В плане того, что как бы двоится изображение. Хотя все стоит по максимуму. Я не знаю, из-за чего это происходит. Вроде и синхронизация стоит. Все, такого не должно быть. Частота кадров обновляется, все нормально. Так, подожди, 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 родной. Вообще, нифига не вижу из этих елок. Можно врезаться элементарно. Все, отлично. Вот она, вот тропинушка моя. Тихо, тихо. Вот, заносит. Конечно, могли бы на квадрик поставить шиповку. Так, я тут никуда не... О, тихо, тихо, тихо. Выворачиваем, выворачиваем, выворачиваем. Чуть вниз было, не съехали. А оттуда я потом хрен поднимусь. Вот, все, ребята, смотрите, 400 метров осталось. Шикарно. Нет, все-таки довольно быстро квадрик наш едет. Я бы пешком бы сюда, наверное, часа два, наверное, брел бы. А так... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закрутило меня, ребята. Ладно, не беда. Еще больше половины ХП у моего квадрика есть, так что... Но это не означает о том, что мы должны тоже врезаться во все. Так, и что это у нас тут? Смотровая вышка, да? Ну что ж, давайте мы сейчас быстренько ее навестим. Сходим. Как говорится, зафиксируем эту точечку. И заодно посмотрим красоты сверху. Так, отлично. Ух, прибыли. Ну что ж, давайте поднимемся тогда наверх. Посмотрим, что там у нас. Да, винтовочка. КПК мой. Слушайте, я пом... А, ну да, я взял с собой две винтовки и лук. Вот. Что за кабаргу? Что за кабаргу добыть? И главное, не отмечено ничего. И не рассказано, что за кабарга. Добудьте. Жалко, конечно, я не записал вот этого момента, когда мне давал это задание. Но вот он так попросил. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Открыта новая смотровая позиция. Ох, ребята, как классно, да? Солнышко светит. На улице морозит, так, наверное, градусов 15. Вот я прям ощущаю это все. Ну что же. Вот, в принципе, мы здесь и навестили. А вот куда нам идти? Вот где мне искать этого Гюнтера? Где? Вот скажите мне, пожалуйста. Так. Федеральная служба, понятно. Причем это выполненный. Добро пожаловать в Сибирь. Ориентирование на местности. Экипировка. Подожди. Выполненные задания? Ах, это выполненные задания, ребята. Блин, а я-то и... Ё-моё. Хотя, какого хрена выполнено? Оно же у меня... Что-то я вообще запутался, ребятушки, если честно. Да будьте животные. Хотя бы... Отмечали бы как-нибудь. А то, может быть, я зря сюда вообще приехал. И мне нужно искать кабарку. Кабарку какую-то. Хм, интересно. Добудьте кабарку. Я смотрел по энциклопедии. Такого животного нет, ребят. Кабарки. Может быть, вот сюда зайти? Или нам ехать сюда? Это тоже новый опорный пункт. Можно, в принципе, его открыть. Он как раз находится рядом с большим озером или морем. Нет, по-моему, там озеро. Море-то у нас обычно не замерзает. Давайте-ка туда, наверное, мы с вами и прокатимся, да? Блин, а вот смотрите, ребята. Действительно, вылезло солнышко. Сразу стало хорошо. Мне даже на душе стало... О, ребят, смотрите, какое впереди огромное озеро. Может быть, даже это... Слушайте, а интересно, у нас Байкал в Сибири замерзает или нет? Самое глубокое озеро в мире. Так, ладно. Не имеет значения, что там у нас за озеро. В общем, мы сейчас едем в том направлении, к тому опорному пункту. Он нам обязательно нужен. Там, может быть, и переночуем. Так, ну, а в любом случае, ребята, мы между опорными пунктами, по-моему, можем перемещаться. Да, мы можем перемещаться с одного на другой, если они у нас открыты. Так что вот теперь я встрял, ребятушки. Если кто-то играл и выполнял это задание, то подскажите мне, что это за кабарбу. Или кто это. И где его добыть. Тут еще, ребятушки, у меня, видите, накладочка с хастл-кастл. Я же хотел на этой неделе проходить портал, как только опять за фарм взяться. Но у меня, у женушки, любимый мой день рождения. И поэтому я деньги отложенные вложил ей в подарочек. Так что, ребятушки, не обессудьте. Все это будет немножко попозже. Пока у меня все равно там мои войны качаются, развиваются. Как говорится, нам пока спешить некуда. А так, видосики, как я вторжение делаю и как я пошел в портал без увеличения, конечно, есть. Но стоит ли их выкладывать, вы уж мне напишите в комментариях, стоит или нет. Если стоит, я обязательно выложу. А если не стоит, то что-нибудь там и лежит. Так, ну что, ребята. И, кстати, вот эта вот про фури игра вообще прикольная. Мне так что-то она затянула. Уже далеко, уже дошел. Там уже до второго босса, ребятушки, я дошел. До Коя. Точнее, я не дошел до него, я его увидел. В общем, кто следит за этой игрой, будьте начеку. И вы все увидите потом сами. Ну а сейчас я охочусь. Как говорится, отвлекаюсь от повседневных дел. Вышел на охоту. На квадрике вообще романтика. Я вот еще представляю поиграть ее в онлайн режиме. Тут же можно переключиться в любой момент на кооператив. Правда, честно говоря, сколько раз пробовал, все где-то бродят, шарятся сами по себе. Ну, потом, возможно, может быть, мы и поиграем. Хочу развить себе все навыки, ребята. И стрельбу из лука. Хочу улучшить. О, тихо. Нифига. Смотрите, ребята. Ха-ха, лось пробежал. Прикольно. А мне понравилось. Ну, я, естественно, сейчас не буду его выискивать у нас с вами. Вот она цель. Наш опорный пункт. Тихо, 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 тихо. Да что ж ты тебя юзом-то, е-мое, а? Классно, ребятушки. Новая точечка у нас сейчас будет открыта. Прикольно. И опыт мы получили с вами соточку. Так, дом. Слушайте, ну, по-моему, такое ощущение, что сейчас все-таки утро. Как ни крути. Согласитесь. Так, ну, что у нас здесь? Так, инвентарь, это понятно. Ну что, некогда нам тут ерундой заниматься, да? Пойдемте-ка, ребятушки, поохотимся. Так, винтовочка у меня есть. А вот мой лук. 36 стрел у него есть, так что нормально, нам пока хватит. Так, давайте-ка мы вот сюда. Я люблю просто играть, когда какая-то есть цель. Вот я себе поставил точку, будем к ней двигаться. И, возможно, пока мы будем до нее идти, кого-нибудь услышим или увидим. И попробуем подстрелить. Мы же сюда все-таки не на прогулку и не за грибами с ягодами пришли. А именно поохотиться. И я так понимаю, здесь у нас будут лоси, олени. Нет, олени здесь не будет, будут лоси. И хотелось бы мне очень, ребятах. Ага, вот, вот и лось. Сто пудово вам говорю. Так, смотрите. Лосиха. А, нет, лось. Предупреждение. Значит, он меня слышит. Значит, он меня слышит. Так, давайте-ка, может быть... Нет, зачем мне этот? Это у нас для зайца манок. Так, так, это не то. Да подожди ты, на какой кнопке-то у меня? А, вот, вот. Конечно, это не соответствующий звук, но, тем не менее, ребят. А вдруг прокатит? Вдруг он все-таки выйдет посмотреть, и мы его прищучим. Так, где он орет-то, а? Где-то недалеко. Блин, что-то лежа как-то хреново, да? Вам не кажется, как я буду, предположим, стрелять? Ну-ка, как... По-дурацки-то выглядит. Даже стрелу сломал только, ё-моё. Нет, лежа, по-моему, не получится. Он у нас поохотится. Вот так вот. Надо либо стоя, либо сидя. Вы видите кого-нибудь, а? Я пока нет. Кстати, есть смысл выйти на лед, ребята. На озеро, потому что там очень... Ох ты! Вот он красавец, ребята. Какая-то фигня получается, согласитесь, да? Я его отсюда не подобью. Что ж такое-то? Я не пойму, а как целиться-то? Почему он у меня сразу выстреливает? Так, где-то, где-то всё это слишком рядом, близко. Ну, я ещё раз говорю, что на озеро на лёд выйти надо. Потому что там очень большое пространство, так скажем, без леса, без всего. И очень хорошая видимость. Мы можем даже спокойно его увидеть издалека и подстрелитесь, конечно, попадём. Целиться желательно, ребята, в шею. Потому что, как узнаётся из последних раз, когда я играл, что от черепа пуля может отрикошеть. Так что надо именно в шею. Так, ну что у нас, смотрите, какое большое озеро замёрзшее. Ну, там есть проталинки, конечно. Прикольно. Мне нравится. Классно, конечно, сделали. Постарались разработчики над этой игрой. Я считаю, наверное, что это одна из красивых игр про охоту. Кто со мной не согласен, тот... Тот дурак. Так, ну чё? Блин, да ладно. Ну, не может быть такого, чтобы никого здесь не было. Просто не может быть. Хоть одна скотина должна здесь где-то бродить. Смотрите, да, даже лёд на озере такой, в проталинах весь. Я надеюсь, я туда не провалюсь, если шагну. Слушайте, я иду довольно тихо, но... Чё-то всё, больше... Да ты задрал уже, а? Ох ты! Ё-моё, он рядом! Ну-ка. Так. Вот. Я, ребята, целился в шею. Смотри, смотри, заплутал, заплутал. Видимо, я попал. Надо единственное выяснить, какое ранение. Смертельное или лёгкое. Если лёгкое, то, наверное, и смысла нет за ним бежать. Крови я пока не вижу. Вообще ни капельки. Ах ты, ядрёна вошь. Да ну, да не мог я промазать, ребят. Ну, не мог. Вот честно вам говорю. Ну-ка, давай-ка пройдём тогда, наверное, вот сюда. Я так понимаю, фиолетовый, это именно наш лось, которого... О, тихо, 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 тихо. Вот он, вот он, вот он, наверное. Оу, да их тут ёлки-палки. Вы посмотрите, сколько. Блин, не зря говорит. Тихонько. Ай-яй-яй-яй. Тяжело, конечно, ребята, тут всё это делать через кусты. Ни хрена не видно. Хотел сказать, за двумя зайцами погонишься, и ни одного не поймаешь. В принципе, здесь это приемлемо сказать. Так, что это у нас? Это у нас кровь, ребят. Несмертельное попадание. Несмертельное. Это знаете, что говорит? То, что мы его просто не поймаем. Он будет бегать очень-очень долго, пока от кровопотери... Ну, в общем, короче, нету, наверное, даже смысла. Давайте ещё разу пройдёмся вот сюда, посмотрим. Ну, мне кажется, что это бесполезно. Это просто лишняя трата будет времени. По КПК не показывают нам абсолютно ничего. Хотя, вы знаете, вот что-то нам показывают какие-то пунктиры, тропинки или ещё что-то. Я вот не знаю, для чего это сделано. Может быть, именно по ним нужно кабаргу этого искать. Надо будет потом как-нибудь это на досуге попробовать. Да? Если у нас будет ещё время. Если вы, как говорится, захотите, чтобы я играл дальше и охотился здесь, то, ребята, сами знаете, прекрасно ставим лайки, пишем в комментариях. И всё будет у нас хорошо. Так вот. Опа, опа, опачки. Где-то, где-то, где-то. Блин, он куда-то за дерево смылся. Да что ж такое, их тут очень много. Да какой, блин, это совсем не то. И это не то. Я всё время забываю кнопку. Вот она. Слушайте, но мне кажется, что он хрен сюда пойдёт. Тем более, если он подстреленный. Скажет, да пошёл ты куда-нибудь подальше. Вот, ребята, надо было просто зажимать кнопку. Правую кнопку мыши надо было зажимать. Вот мы так вот целимся. Да, это, конечно, тебе не винтовка. Я не могу здесь приблизить в 10 раз увеличение. Но на ближних дистанциях это очень хорошо. Правда, очень редко мы можем подойти к какому-нибудь животному на такое близкое расстояние. Хотя в той серии, помните, да, я всё-таки умудрился подбить лося. Причём одной стрелой. Чисто случайно стрельнул и подбил его. Так, что тут у них? Ага. Дерьмище. Идём тихонько, ребят, но никого не слышим и не видим. Наверное, всё-таки они убежали. Хотя их здесь было очень много. Мы сами прекрасно это слышали. Он здесь не один был. Да и по следам это прекрасно видно. Как минимум два. В общем, наверное, мы потеряли добычу с вами. Я не пойму, это мои шаги или... Такое ощущение, что, знаете, кто-то ещё где-то рядом топчется. Ладно, фиг с ним, ребятушки. Наверное, мы всё-таки с вами пойдём обратно на лёд. Мы там стопудово кого-нибудь найдём. Так, тихо. Да вот он, вот он, ребята, вот он. Попаду, интересно, или нет? Вот хрен знает, попал я, не попал. Ну, ломанулся он как ещё тот. Как сайгак просто-напросто. Остаётся только определять, опять же, есть ли там кровь или нет. По-моему, я нифига не попал, ребята. Нету крови. И он куда-то удрал от нас. Уже, наверное, навсегда. Не увидим мы его и больше не встретим. Да, ни кровинушки нету, как мы видим. Так что... Так что пойдёмте тогда, наверное, туда, на побережье, блин. И возьмём, наверное, с вами винтовку. Так, где мой манок? Родные, я здесь скучаю. Выходите из кустов. Будете моим ужином на сегодня. Но. Не, ребята, наверное, будем всё-таки брать винтовку, потому что... Ну, нереально из лука сейчас в данный момент подбить. Хоть кого-нибудь. Блин, можно было бы здесь на лодке ещё плавать, да? И, ребят, я бы с удовольствием бы на каком-нибудь озерце бы поплавал. Да и порыбачил бы сразу заодно. Кстати, ребята, вы напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу... Если я буду снимать рыбалку. Ну, в плане игру рыбалку. У меня есть одна рыбалочка. Довольно неплохая. Вот, ну, я не знаю, многим ли понравится, как я там снимаю рыбалку. Она онлайновая. Так что всё, пучком. Так, журнал заданий нам пока не нужен. Справка. Давайте посмотрим, ребята, вы просили показать, какие здесь у нас водятся животные, да? Ну, я так понимаю, что здесь у нас лоси. Это понятно, однозначно. Так, это у нас достопримечательности, регионы. Ледяной залив. Это всё понятно. Пьяная тайга, блин. Лесной край. Слушайте, нет, но мне нужно именно вот в этом регионе какие... Вижу рысь обыкновенная. Хороший слух, прекрасное зрение. Блин, вот я её хочу достать, ребятушки. Очень... Так, я вижу, ребята, всё-таки здесь есть сибирская кабарга. Так, погодите. Слышу, слышу топот. Топот слышу. Где, 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 где? Вот он, вот он, ребята, красавец наш. Ох, ну попал же, попал. Вы видели, да? Он трепыхнулся. Смотрите, тут ещё один. Так, предупреждение, понятно. Но довольно близко, где-то здесь находится. Нафиг, давайте ружьбайку возьмём. Вот если бы сейчас из ружья пальнул бы, по вот этому лосю, я стопудово его бы нагрел бы. А так я упустил дичь, ребята. Мой косяк. Так, мне там кажется или там кровь? Нет, по-моему, там дерьмо и вон. Всё. Тишина. Видимо, тот, когда ломанулся, этот услышал и тоже побежал. Наверное, так оно всё дело произошло. Птички чирикают. Нам хорошо. Значит, кабарга это какое-то животное, ребята, всё-таки. А я думал, что это какой-то предмет или ещё что-нибудь в этом роде. Ладно, мы будем с вами потом охотиться, если, конечно, вы захотите. А мне самому интересно, что это за кабарга. Если бы не вот эта энциклопедия, ребята, я бы в жизнь бы не догадался, что есть такое животное кабарга. Вот поверьте мне. Так вот, и многие спрашивали, почему здесь нет волков? Вот я тоже сижу и думаю, а почему в Сибири нет волков? Они же должны быть. Но, честно говоря, для охотника волки как-то не особо нужны, чтобы специально идти за ними охотиться, да? Может быть, из-за этого они их сюда и не включили. Хотя, по идее, рысь тоже. Не, ну если только из-за меха. Что там у рыси ценится? Мех, наверное, я так понимаю. Хотя это довольно опасное животное, рысь-то. Ну что же, ребята, продолжаем нашу охоту. Я вижу на льду лося. Вы, наверное, тоже видите. Вот прямо по цели. Давайте-ка потихонечку будем подкрадываться. Я же вам... Слушайте, а он, по-моему, там даже не один. Не вижу нифига, блин. Усты эти... Так. Точно, ребята, смотрите. Их здесь двое. Самка и самец, видимо. Так, самец у нас с рогами идет. Так, ладно. Я вот не знаю, может быть, отсюда попробовать шмальнуть, ребята, в шею. Блин, он дышит, он не может... Ну... Но должен был попасть, ребята, смотрим. Это главное... А этот стоит дурило. Черт, что такое? Я не понимаю. Блин, надо перезарядиться. Забывая совсем, что у меня одна зарядка. Так, где? Где он, где он, где он? Вот он, стоит. Прям сральник. Побежал, побежал. Не, ну, по любасу я должен ранить. Ранить я должен. Где? Нету? Не вижу, ребят. Ладно. Предлагаюсь бегать туда и посмотреть. Ну, уж на снегу точно мы должны увидеть, попали или нет. Там кровь должна отмечаться. Ух ты, ребятушки, смотрите, что у нас тут. Лосиха. А может быть лось просто молодой еще. Без рогов фиг знает. Так. Прямо в шею должен был попасть. Че, она даже и не услышала, что ли, меня? Так, смотрим, ребята. Видимо, промазал, да? Ну, вот теперь-то. Видели, да? Видели, что я попал. Она склонилась и ломанулась. Куда ты бежишь-то, дура? Так, 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 смотри, смотри. Тут уже придется, ребята, как попало стрелять. Убежит. Такое ощущение, что ко мне куда-то. Смотрите-ка, а там-то что такое у нас? Блин, нихрена не могу понять. Этот прицел меня раздражает. Честно говоря, со своим вот этим увеличением. Че ты села? Посрать, что ли, там? Слушай, че-то... Че-то не реагирует. Интересно. Очень интересно. Я говорю, что я как-то в прошлых сериях и видел, что такое лоси, когда он бьет тебя рогами. Да даже и рогов не надо. Копытами долбанет. Мало не покажется, поверьте мне. Так, а там-то кто у нас такой? Че-то не могу понять. Ага, еще один. Да что ж такое? Что у меня сегодня? Не пруха-то какая-то, а? Я хоть кого-нибудь добуду сегодня или нет, блин? Слушайте, ну вот эта вот фигня мне не нравится. Да что такое? Они просто замерли и игнорируют меня, помню. Может, баганули? Нет. Тот ломанулся. Все-таки, видимо, получил свое. Так, а вот эта вот лосиха, видимо... А вот эта вот лосиха, видимо, у нас баганула, ребята. Потому что она как села, так и сидит, и не шевелится. Черт. Тот, наверное, убежал у нас лось. По всей видимости, да, ребята? Ну, неудача есть неудача. Че ж поделаешь? А вот эту лосиху, наверное, можно будет уже брать, как говорится, тепленькую. И она баганула, скорее всего. Так что давайте сейчас мы ее нагреем. Ну, бывало такое, по крайней мере, раньше, я помню. Вот так вот животные, вместо того, чтобы падать на землю, они вот так вот замирали. Хотя уже были мертвые. Смотрите, вот в одной позе. Может быть... Да нет. Я понимаю, что она, например, раненая, но должна же шевелиться, в конце концов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она, по-моему... Она шевелится или нет? Да, ребята, она шевелится. Это был не баг. Это просто был отдых у нее. Черт подери. Вот это я лопухнулся, ребята. Ой, лопух. Лопух и еще тот. Блин, я офигею. Трех лосей упустил. Я не могу понять, что у меня вообще за винтовка такая. Если у меня магнум, то он, по идее, должен валить их на раз. Этих лосей. Не было никогда таких вот осечек у меня. А тут какой-то не фарт прям. Так. Ну что, еще кто-нибудь есть тут у нас на льду? Итого пока что-то не вижу. О, вот он, ребята, вот он. Видели? Да, ну только... Бесполезный... Тихо, подожди-ка, подожди-ка. Мне кажется или нет? По-моему, он там стоит. Да-да-да, стоит, ребята. Точно, вот он. Яхерей. Я уже сколько раз в область шеи стреляю и все пофигу. Может, эти лоси бессмертные у нас какие-нибудь, а, ребят? Может, баг, лаг в игре. Хрен знает. Но такого давно не было. Вот честно вам скажу, чтобы... Ходил, и от меня убегало столько лосей. Ладно, давайте сходим проверим это все дело. Да, ребятушки, вот такой вот вышел косяк. У меня закончилось место на жестком диске и... Грубо говоря, вы пропустили самое интересное, что у меня здесь было. Была дичайшая просто охота. Но я еще до сих пор продолжаю, если честно. Так, где он? Вот он. Да, е-мое, я... Вот он, вот он идет. Красавец. Так. Ну? Так, ломанулся. Ладно, хрен с ним. Попробуем еще разок. Да ну нафиг. Да не может быть такого. Ну сколько раз в тебя нужно попасть-то, блин, а? Лось ты хренов. Опа, по-моему, он упал, ребята. Так, ну что я вам хотел сказать. Место у меня закончилось как раз не в подходящий момент. И хорошо, что я пошел налить себе чашечку кофе. Нажал на паузу. А мне пока записи нет, ребята. Вот, вот они, кабанчики. И попал я. Ну, в принципе, нормально. Мягкие ткани, печень, кишечник. В общем, я пробил. Получен 86 опыта. Короче, ребята, я так понимаю, вы, наверное, пропустили здесь. Я выхожу. Ну, помните, да? Там бегал, бродил. Вышел я, короче, дальше туда на лед. И просто целое стадо этих кабанов было. Штук, наверное, на шесть. Всех перестрелял. Плюс где-то здесь у нас вот сейчас только что при вас должен... Да, вот он. Вот он лось. Отлично, ребята. Так что я могу сказать, что охота у меня удалась. Жалко, конечно, что с записью немножко у нас хреново вышло. Так, отлично. Мягкие ткани. Я им попал куда-то в сральник, блин. Опыт 146. Замечательно. Тип добычи рога. Так, правая легкая пробил, да? 66%. И награду за использование винтовки я, естественно, получаю. Вот. Но, если честно, ребята, здесь должен быть еще один лось у нас лежать. Я его подбил. Ё-моё, я уж... Я уж подумал, что там бизон у нас стоит, а? Вообще, надо же такого показаться. Холм зверолова. Да, вот он, ребята, у нас. Подожди, это, по-моему, не лось у нас все-таки. А, нет, вот он. Вот он, ребята, лось. А вот они... Кабанчики, про которых я вам говорил. Смотрите, смотрите, кто вдалеке, а? Кто там у нас вдалеке бежит? Ну-ка, давайте-ка глянем-ка хорошенечко. А, опять кабанчик. Да, их тут что-то слишком много, честно говоря. Блин, ладно. Вот. Вот, ребята, как надо убивать кабанов. Просто на раз, два, три. И он готов. Ну что ж, довольно неплохо. Забираем тушки. Правда, денег мало дают. 760. Но какая нам разница, да? С кого зарабатывать деньги для покупки себе нового снаряжения. Так. Ну, плюс 8. Так мало дают за них. Еще один кабанчик у нас. Слушайте, а весит он немало. Почти 72 килограмма. Елки-палки. Хорошо. Так, а ты у нас? Не понял я. Самка. Фига, 137 килограмм весит кабанчик, ребят. А? Неплохо, да? И вот он наш лось, которого я подбил. Он бегал, бегал, бегал подраненным. Ну и, как видите, он тут отдуплился. Давайте тоже заберем тушку. В общем, я доволен сегодняшней охотой. Конечно, начиналось все довольно кисло, вяло. Но результат, конечно, меня порадовал. Вот он, красавец наш. 474 килограмма весит. Довольно крупный, а? Ребят, представляете, да? Почти полтонны, блин, веса. Так, ну что ж, давайте, наверное, тогда заберем, наверное, и того кабанчика. Деньги все-таки у нас здесь в лесу на дороге не валяются. Мы их получаем за... Смотрите, как следы прикольно идут, ребята. Вы видели, да? То есть, как я иду, так следы и отмечаются. С полной реальностью. Прикольно. Все продумано практически, ребята, в этой игре у нас. Даже, видите, я иду. Снежок, проталины, лед видно. Все довольно прикольно. Так, даже следы этих кабанчиков. В общем, целое тут потомство было этих кабанов, и я их, видимо, всех вот перешлепал. Причем, ребята, я вам скажу, они не пугливые далеко были. Вот я их одного за другим стрелял, хоть одна бы скотина убежала. Нет. Этот падает рядом, он идет дальше. Второго убиваешь, этот идет дальше. Третий. Короче, и вот, как говорится, как они шли этой шеренгой, так шеренга и полегла. То есть, кабаны, я так понял, здесь у нас не из пугливых. Может быть, в лесу они более такие, юркие. Но здесь они вот такие. Так. Федеральная эко-эко-служба. Интересно, зачем эко-службе кабарга вот эта нужна? Так. Вот он. Самец. Всего лишь 101 килограмм весит, ребята. Легкое правое я ему пробил. В общем, вот так. За использование винтовки 35. О, ребят, смотрите, у нас тут фиолетовое все. Это знаете, что означает? Это, грубо говоря, в эту зону сейчас очень долго никто не будет приходить. Животные будут избегать этой территории. Типа, как вам сказать-то? Ну, зона опасности. В общем, так. Да, наверное, так мы ее назовем. И пока она не исчезнет, в принципе, здесь... О, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пробежал только что лось, ребята. Но фиг ли мне тут с этим луком делать? Можно было бы, конечно, пройтись туда. Вообще, если по большому счету взять и пройтись вдоль побережья по всему вот этому озеру, я думаю, что у меня было бы еще больше добычи. Но мы этого делать не будем. Пойдемте, наверное, вот на нашу точку, которая у меня отмечена. Не знаю, что там у нас находится. Но у меня такое ощущение, что, возможно, даже домик. Ну, не домик, а это застава хунчи. Хотя, в принципе, нафиг она здесь нужна? Ладно. Чекуровка, ребята, вы представляете, да? Мы находимся с вами в Чекуровке. Видимо, это деревня какая-то должна быть. Но пока я тут ничего не вижу, кроме камней, деревьев, мха, кустарников. Ну и, как вы слышите, везде тут у нас лоси кричат. Брачный зов. А, нет, смотрите, ребята, деревня. Вот она, деревня, Чекуровка. Слушайте, а почему она заброшена? Так, давайте позовем. Если брачный зов, то он должен откликнуться. О, смотрите, кто у нас там идет, а? Вдалеке. Шурует себе по озеру, да? Ахламон. Так, вот он. Причем это самец, да? Или самка? Самка, по-моему. Блин, почему у меня так вот дергается все, а? Мне не нравится. Нету планового наведения. Слушайте, наверное, надо будет еще и снайперский прицел купить. Какой-нибудь замечательный. Хотя у меня, по-моему, самый элитный стоит. Хотя фиг знает, вроде столько обновлений там было в игре. Может быть, что-то добавили, поменяли. Мы, кстати, с вами в магазине-то особо не шуршали. Конечно, хотелось бы зайти в деревню Чекуровка, но мы, пожалуй, с вами давайте-ка выйдем на лед. Потому что лосиха бежала именно в эту сторону и именно по льду. А это говорит только об одном, что они могут там опять появиться. Я же все-таки ушел оттуда. Хотя они туда, по идее, по большому счету, не должны выходить, потому что тут зона опасности. Ох ты, вы посмотрите, ребята. Ёлки-палки, да тут целое стадо лосей. Красота. Ой, красота, ребята. Так, сейчас мы будем стрелять. Надеюсь, хоть кого-нибудь подобьем. Так, я смотрю. Раз, два, три, четыре. Четыре лося, ребята. По идее, первым должен быть предводитель, самец. Так, и самки. Да, все правильно. Все как в реальности, ребят. Начнем. Я вот даже не знаю. О-о-о-о, что-то спугнулись. Так, замерло. Надеюсь, попал. Целился в шею, ребята. Нет, куда-то бежит. Хорошо. Ну, эти еще, видимо, не услышали. Не разбежались. Так что, все пучком у нас. Да что ж такое-то, а? Не могу нас повезти, ребята. Хорошо. Не получается у меня, понимаете? Хотя, вроде бы, и навыки развитые на это, на удержание. О, красавица ты наша. Что? Что ты там вдергаешься? Не могу понять. Попал, ребята, попал. Но, как видите, опять все сиганули. Не хотят они... Не хотят они падать ни в какую. Хоть ты что тут делай. Нет, вообще ни одного трупика. Хотя, если туда сбегать, в том направлении, может быть, может быть, подранок, конечно, и будет там валяться дохлым уже. Но это сколько мне пробежать надо? Ё-моё. Мне, честно говоря, что-то не особо охота только что оттуда пришел и опять туда бежать. Хотя, если... Вон, 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 ребята, вижу, да? Ложь же или нет? Да, именно они. Все. Убежали, короче, в лес, ребята, они. Так, тут... Какого хрена? Почему у меня деревья пиксельные? Состоят из квадратиков. Я что-то не понял. С какого перепуга-то вдруг, а? Чудо-объектив, что ли? Смотрите. Странно как-то, да? Даже не знаю, бежать туда или не бежать, а? И хочется, и колется. В принципе, я местечко-то запомнил, куда они побежали. Там такая темная ложбинка. Именно туда они и ломанулись. Щиту. Кабаргу нужно нам с вами добывать где-то. Ладно. Фиг с ним. Давайте сюда, наверное. Хотя... Не, давайте, наверное, все-таки пойдем на нашу отметину. Вот сюда мы. Дойдем, а потом у нас будет опорный пункт, по идее. Хотя мы можем в любой момент туда вернуться. Стоит только зайти и выйти. Ага. Это просто камень какой-то. Я же думал, кто-то там ползет. Зайти и выйти в игру, и мы уже с вами будем в опорном пункте сидеть. Так что... Бежать туда не обязательно, скажем. Так, ладно, давайте. У нас сколько? Сто шестьдесят метров до отметины. Как раз мы с вами пойдем... Пойдем же через деревню, да, вроде бы? Ну, что тут еще? Крысы всякие на сухи бегают, блин. Отвлекают меня, грубо говоря. Так, я тут... Нет, не могу подняться, ребята. Вот интересно, да, почему эта деревня заброшенная, а? Хотя, в принципе... Что я спрашиваю, почему? Тут никакой цивилизации, хотя промысел есть, да? Мясо, рыба, все, что хочешь. Единственное, что ни хлеба, ни сахара. И вертолеты, видимо, сюда не летают. А стопудово это был наверняка каком-нибудь охотничьей... Охотничья деревушка это была, где именно занимались промыслом. Ага, ребята, это у нас какой-то артефакт лежит. Да-да-да, отлично. Давайте посмотрим, что это такое у нас здесь. Что за достопримечательность такая? Чекуровка. Старая деревня, где некогда жили русские рыбаки. Дружившие с ненцами. Из-за развития рыбного промысла крестьяне были вынуждены покинуть деревню. Много десятилетий назад. И с тех пор она пустует. Впрочем, это и сейчас отличное место для тех, кто хочет насладиться рыбалкой в тишине и одиночестве. Ну что же, ребята, видите, все-таки я был прав. Я был прав, и это отлично. Ну, деревушка заброшенная. Ну, для охотника будет самое то. Вот, ребята, не вижу я. Вот не знаю, где у меня все-таки здесь находится палубка. Я бы с удовольствием прямо здесь бы заночевал бы. Да, клуб охотничий, да, бета. Почему-то даже не переведено. И что вот оно означает, я не пойму. Что одно осталось, для чего, куда, все не по-русски, непонятно. Ну, ладно, дорогие мои друзья, давайте тогда на этом будем мы с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии, если вы этого захотите. Ну, а на этом все. Всем пока. И до скорой новой охоты, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok